Музей 2-го городского центра детского творчества расширил экспозицию и принял много экскурсий в юбилейный год победы. Сотрудники центра даже онлайн рассказывали детям о подвиге жителей Засвияжского района. Первые итоги работы подвела основатель музея и директор центра творчества Мария Сазонова. Педагог рассказала, что уникальные экспозиции привлекают школьников. Всегда есть вопросы по тому или иному экспонату. А их музеи не менее сотни. Все они настоящие, фронтовые, принадлежащие некогда ветеранам Засвияжского района. В числе особо ценных награды героев, а также их личные вещи. Недавно экспозиция пополнилась оружием и касками, найденными поисковиками в ленинградских болотах. Экскурсии проводятся еще и в интерактивном режиме, благодаря новому оборудованию, которое закуплено на средства дополнительного платного обучения детей. В перспективе музей будет дополнен коллекцией вещей жителей района, которые работали в войну, но не были на фронте. Сейчас музей работает в направлении сбор поискового материала, исследовательской деятельности, о тружениках тыла, о ветеранах труда, о детях войны. Очень собран богатый материал о них. Участвуем во всех, во многих проектах на тему патриотическую. Издаем пособия именно по участникам войны и так далее. Музей посетили известные и легендарные жители региона, среди которых изобретатель логотипа для УАЗа Альберт Рахманов. Эта встреча была незабываемой и осталась в летописи центра. Музей открыт для посещения, экскурсии проводятся по записи. Вход бесплатный.